С другой стороны справедливая, ровная борьба. Попытка уезжать Контадора с колеса Родригеса. Родригес не шелохнулся, нечем уже добавлять. Альберто Контадор пошел в решающую атаку. Напоминаем, в выполаживании толком уже нет никаких, а под самый финиш на последних 800 метрах средний градиент почти 11%. Есть просвет у Альберто Контадора. Его соперники включаются не так резко, но включаются, не сдаются. Начали опять работать пары. Вообще такое ощущение, что Пурито с Алехандро Вальверде в основном работают командой. Весь этот испанский тур. Просвет приличный, но пока еще нельзя сказать, что это приговор для этой тройки, потому что сумел все-таки восстановиться. Позволили восстановиться Дани Морено. И Морено сейчас везет своего капитана. Капитан понапрасну не тратится. Атака Контадора в его стиле пошла только под самую макушку. Вы вспомните, как он, допустим, на Этни атаковал, когда забирал Джиро Д'Италия. Альберто обозначил точку где-то километров в десяти. Ничего себе сложение. Вот горняк так горняк. Мне даже страшно стало за Альберто признаться. И в этот момент дали поймать второе дыхание и Фруму тоже. Стал подъезжать. Такой же по-прежнему скрюченный, но не сдавшийся. Догребает до Родригеса. Тут был совсем рядом усилием воли. Кристофер Фрум восстанавливает, по крайней мере, частично статус-кво. Регуберто Уран способен ехать еще быстрее. Но способен ли держаться за ним при этом в раскладе капитан? Порт свое дело сделал, отступил. Да, да, он катапультировал капитана. И Фрум пошел с колеса, не засиживаясь в этой группе. В попытке отыграть что-то в генеральной классификации. Он был убежден, что он выиграет за счет своей любимой разделки. Но разделка ничего нового в обстоятельствах для него не подарила. И он пытается действовать по-горнятски. Действовать в стиле Альберто Контадора. Последний километр дистанции и очень большая крутизна. Начало атаки было пугающим, но это мы уже видели 10 раз. И вот как важно, что все научились все-таки не пугаться таких резких начал. А так, понимая, что потом все равно гонщики вынуждены будут сесть в седло и догревать. Контадор делает все для того, чтобы, по крайней мере, не отдать победу. Свою первую послевозвращение, но Родригес, похоже, с этим не вполне согласен. И наказывает Фрума за ту резкую атаку вместе с Вальверде. Фрум сразу ответить не смог, но тоже не сдался пока. Чуть-чуть не хватает передачи, но затяжелять ее он тоже не рискует. Поэтому немножко реакция задерживается. Но, опять же, не капитуляция со стороны британца. Контадор несется. Пока ситуация такова, что он может отобрать красную майку со стратегической точки зрения. Это было бы, на самом деле, не таким страшным и даже неплохим вариантом. Саксабанк ездил бы в лидерах в ближайшие дни, беря на себя, в принципе, ту же работу, которую они брали и сегодня. А вот об этом нас не предупреждали. 10,8 максимум писали. А здесь уже 13-12 моментальный градиент. Но, опять же, разная аппаратура и разные траектории, которые это все измеряют. Родригес все ближе и ближе. Контадор отчаянно сопротивляется. Уже дважды в этот раз мы на этой гонке его догоняли. После того, как он предпринимал раннюю атаку. Неужели случится снова? Живой коридор. Невероятное столпотворение. Очень сложно финишировать в такой ситуации. Как они мешают? Полицейские заталкивают. Они не позволяют все-таки развиться в настоящем беспредел. Приезжает Родригес. Посмотрите. Родригес на крутяке. Опять вот где совсем круто. Ему очень нравится ехать. И опять он в своем амплуа. Капитан Катюши на колесе у Контадора. Что дальше? Опять завязывается в тугою узел британец. Ну вот посмотрите. Не разбирает Контадора. Контадора Хаким Родригес. Посмотрите, каково Альберто сейчас. Альберто выходит с колеса. Родригес тоже начинает финишировать, но на более легкой передаче. Заходят в последний поворот. Как важно Контадору для самочувствия. Для того, чтобы доказать окружающему самому себе. Выиграть все-таки этап. Выиграть первую гонку после возвращения. Хаким Родригес, тем не менее, выходит из седла. Никаких поддавков здесь, никакой договорной игры. И опять его территория. И за третьим этапом пошел. Пошел капитан Катюша, доказывая не случайность своего звания лидера общего зачета. Ой, какой красивый рывок. На этот раз в конце уже объективно длинной горы. Заслуженная победа, заслуженное лидерство. Очень умная гонка, очень своевременная атака. Альберто Контадор опять второй. Вальверде в тройке, но снова только в тройке. Впрочем, Вальверде особенно... Недовольство проявлять-то нечего. У него две победы уже есть. Ну и бедного... Обирают окончательно бедного Фрума. Морено выходит у него с колеса, но, впрочем, бонификация все равно забрана. Поэтому британец, знающий цену, полутора десяткам секунд. Вспомните, как мало он проиграл в прошлом году Хуану Хосе Кобо. Толанский приезжает практически вплотную за Фрумом. Очень интересный персонаж. Очень впечатляющая езда.